Добрый день, всем приветствую в студии Укрлайф ТВ. Сегодня в гостях у меня Дмитрий Маруничев. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. И вот в таком межсезонье, между царствием, между праздниками, рад вас приветствовать, потому что есть такие события, которые как-то сразу на них реагируют общественность в Фейсбуке. Я вот, обратившись к вам за разъяснение, понял, что, оказывается, мало мы следили за предысторией вот этого, но это, конечно, не вброс, а некое заявление Витренко или интервью с ним, которое возникло на Дочи Вели, как бы такой солидный источник, на него ссылается этот источник, о том, что Украина будет, ну, скажем, 19-го года, умело как бы маневрировать ценами на транзит газа, ну, каким-то образом, во-первых, на ШГТС придать такую мощь и значение, а во-вторых, конкурировать, ну, просто с Северным потоком-2, да, вот что это за информация, если можно прокомментировать. Ну, к сожалению, могу вам сразу сказать, что время для принятия каких-либо эффективных решений, для того, чтобы, в общем-то, проблему решить, а проблема есть, с моей точки зрения, уже потеряно. Я объясню, поясню, почему. По всей видимости, из всех источников, по крайней мере, доступных мне, там, различных, допубличных и непубличных, Газпром в любом случае минимизирует значение украинского транзитного маршрута после 19-го года. Вопрос только в том, сколько через украинскую ГТС будет идти газа. 9 миллиардов кубов, 15, там, или 20. То есть 80 уже точно не будет, и там, и 100, как это было в предыдущие некие годы. Были максимальные объемы транзита, там, где, там, больше 100 миллиардов кубов, там, при кучме было дело. Поэтому, вот, внешнее руководство нефтегаза, все это прекрасно понимает, но понимает, с чем оно может оставить страну. Срадно или поздно, такие руководства там поменяются. Нужно быть реалистами, не думаю, что там Коболева Витренко вечна. И вот они пытаются, в общем, что-то делать, что-то предпринять, публично также оглашать некие планы и намерения. Я могу сказать, что это не первое далеко заявление господина Витренко по данному вопросу. Смысл в чем? Что мы якобы сейчас вынуждены применять ускоренную амортизацию к украинской ГТС, поскольку сейчас она зарабатывает какие-то деньги, а после 19-го года, вероятно, их прекратить зарабатывать. Поэтому с точки зрения экономики здесь есть логика. Мы ускоренную амортизацию применяем к украинской ГТС. Поэтому и тариф большой у нас. Почему? Тут же есть прямая логика. Гениально объяснение. Да, но так и есть на самом деле. То есть они так и делают. К чему это приводится, уже отдельный вопрос. Нужно поговорить об этом чуть позже. Применяют к этому ускоренную амортизацию. Тариф растет. Другое дело, что Газпром его не платит. Почему? Потому что то, что решено здесь внутри страны украинским регулятором по поводу тарифа, поменять тариф почтовый, который действовал согласно соглашению 19.01.19 года о транзите, есть же соглашение, там ставка тарифная, ну где-то она меняется по квартальной, в зависимости от стоимости природного газа, который по формуле регулирует, по известной всем формуле. И ставка тоже плавает. Сейчас она где-то условно, где-то порядка 2,6 доллара на 100 километров за тысячу кубов. Это где-то по среднем усредненном маршруте транспорта через Украину дает где-то порядка 28-29 долларов за путь тысячи кубов газа с востока на запад. Что захотел, там, промоутировал Витрианка с Коболевым и принял НКР еще, если я не ошибаюсь, почти два года назад. Поменять принцип расчета тарифа на тариф вход-выход, так называемый, когда взымается плата на входе в ГТС, на точки и на выходе. Тариф вырос более чем вдвое. И он из 29 долларов составляет сейчас, если я не ошибаюсь, около 60 долларов, или там 50, ну это все можно посмотреть, не суть важна. Важный порядок цифр важен. Тариф-то вырос на бумаге. И Трансгаз, исходя из него, оплачивал в том числе налоговые поступления. И здесь есть вот эта самая ускоренная амортизация туда заложена. Но Газпром-то его не платит. Почему? Потому что на каком основании он должен платить этот тариф, если в соглашении между компаниями, действующим, никем не оспоренным, тариф исчисляется, рассчитывается по совсем иной методологии. Поэтому Газпром эту транзитную плату платит по старым ставкам, там эти 29 долларов за 1000 кубов от границы до границы. Трансгаз начисляет по 50 с лишним, по 60 долларов. С нее платят налоги. И страдает. И страдает. Знаете, что получилось по факту? Что у Трансгаза по итогам 2016 года Эбидда была очень неплохой, то есть это прибыль до уплаты налоговой амортизации, до вычета амортизации. А компания ушла в убыток. Причем Эбидда была очень приличная. Это все из-за того, что господа в нефтегазе применили такую экономическую, я даже не знаю, как сказать, экономическую модель, что ли. В Трансгазе там тоже никто этому не рад. Ну, пока пищат, визжат, но ничего сделать не могут. Вот такая вот, скажем, неудачная ситуация. Что говорит Визеренко дальше? Вот я уже закончу. Это такая, может, предыстория, чтобы понятно было, что куда входит и откуда выходит. Что вот когда вся эта печальная история закончится, может быть, будет русский транзит, и мы ставки снизим. Я читал многочисленные перепечатки данного интервью, но мне кажется, что снижение до одной десятой от текущих транзитной ставки, это просто смешно. Ну, сейчас, условно говоря, 50 будет 5, но это либо опечатка, либо Витенко не совсем его правильно перевели или некорректно выразился, скорее всего, опечатка какая-то. То есть, ну, не может быть 5 долларов, транзит, тысячу кубов. Ни одна ГТС при таком объеме труб, при таком объеме... Скорее на 10%, может быть, да? Вот не до 10, а на 10%. Да, ну, честно скажу, это тоже не решит проблему, потому что, да, в Северном потоке тариф рассчитывается немножко по-другому. Там есть общая некая фиксированная плата, которая платится консорциуму за транзит, платится компания «Газпром». Потому что эксплуатирует оператор «Нордстрим», оператор, куда в том числе входит «Газпром», но платит ему «Газпром» за транзит. Это фиксированная сумма, это правда. То есть, чем больше объем транзита по Северному потоку, тем меньше транзитная ставка. Так вот, скажу вам одну вещь, что при текущих объемах транзита они очень серьезно выросли за последние годы. В прошлом году это порядка 80% загрузки. Там действительно транзитные ставки ниже, чем через украинскую ГТС даже по старому. Ну, по вот этому вот... Девятого года. Девятого года тарифу. Что уже говорить о тарифе имени Коболева-Ветренко. Поэтому даже если не снизят на 10% от 50 долларов, ну, будет хорошо, будет 45. Но никак эта логика не влезет. Понимаете, в чем дело? Ну, правда, так оно и есть. Построить Северный поток-2, к сожалению, если он будет заполнен на приличный объем, к сожалению, для нас с вами, наша ГТС будет неконкурентоспособна. Есть еще одно неприятное следствие всей этой истории. Я уже так много говорю, но давайте уже завершу. Почему нам Европа не дает деньги на модернизацию, даже не модернизацию, ремонт, давайте правильно употреблять понятие. Ремонт, Турингу и Памару и Ужгород. У нас, кстати, в Хмельницкой области опять разгарметизация газопровода произошла на прошлой неделе. Я не смотрел, какого, но вполне возможно за тот же УПУ. Почему? Да потому что в Европе тоже ЕБРР сидит, считает или не понимает, или посчитать не может, а сколько же украинская ГТС будет транзитировать газа. И нужно ли вообще выделять сюда 300 миллионов долларов, вот этот первый транш, который сейчас время Азарова обещали, потом Витренко ездил в Лондон, показывал там фотографии, что он подписал очередную бумагу. Денег нет до сих пор. Их нет. Почему 306 миллионов долларов не предоставлены? Потому что, очевидно, среди кредиторов даже это нет понимания четкого, а нужен ли будет Урингу и Памару и Ужгород после 2019 года. Вот ключевая причина. Может просто дешевле будет изъятие трубы из земли, порезать и сдать их на металлолом, а оставить, условно говоря, один союз или прогресс. К сожалению, мы находимся в такой точке, когда сценарий этот более чем вероятен. И господин Миллер не далее, как зимой прошлого года, если не ошибаюсь, перед Новым годом, он заявил прямо, что Газпром даже к 2019 году уже будет иметь план по выведению избыточных мощностей в украинском направлении. То есть зачем содержать трубы, компрессорные станции, персонал, если просто часть этих труб будет изъята из земли, порезана металлом, сдана компрессорная станция. Подождите, не торопитесь. Вот такая вот печальная... Важно понять, ну как-то теоретически мы можем все же конкурировать. Ну мы, это понятно, наше, так сказать, руководство страны, которое отвечает за поступление в казну и так далее. То есть демпинг какой-то предельный. Вот до скольки там снизить нужно, чтобы... Демпинг невозможен по разным причинам. Во-первых, мы подписали ряд документов с Евросоюзом, взяли на себя некие обязательства, там есть третий энергопакет. Просто так снизить тариф, не, ну в теории, наверное, это возможно, но это не будет экономической логике отвечать. Тогда, возможно, к нам будут претензии со стороны даже энергосообщества. Ну, там, про Брюссель я уже молчу, но бог с ним. Вероятно, такие возможны также варианты. То есть мы должны применять те модели, которые действуют в странах Евросоюза. Как мы их применяем, это уже 25-й вопрос. Да, у нас очень высокая транзитная ставка, в отдельных сопредельных государствах, конечно, она существенно ниже, но, в общем, опять же, это вопросы все к регулятору НКРЭ и к тем промоутерам этого решения, среди которых Коболева и Витренко занимают ведущие позиции. Они это все проталкивали, хотя это не у них компетенция, и проталкнули в конечном итоге. К чему это привело, я уже рассказал. Я вам уже высказывал, высказывал, и только вам могу повториться. Мне кажется, что момент нахождения эффективного решения находится в прошлом. И я вопрос только в том, насколько критическим будет падение транзита. К сожалению, если будет построен Северный поток-2, и он будет заполнен на значительные объемы, турецкий поток, первая ветка к минимуму, что, к сожалению, тоже уже, Газпром, кстати, к 2019 году планирует ее построить, начать прокладку морской части уже в втором полугодии и текущего года, и каких-либо там траблов не замечено по турецкому потоку. Я могу предположить, и эта оценка не только моя, что украинская ГТС может при текущих тенденциях европейского рынка по объему потребления сохранить транзит 15 миллиардов, до 20 миллиардов. Это в лучшем случае. Это со 100, которые были, как вы сказали, в прошлом году было 82. Понятно, что Молдавию, скорее всего, 3 миллиарда с преднестровами будет качать через нас. Потому что глупо качать. Хотя в теории через турецкий поток тоже можно, через Румынию. Наверное, будут все-таки через нас качать русские. Поток не достроен же, да, все-таки турецкий? Нет, мы говорим о ситуации после 2019 года. То есть, наверное, в Словакии также будет получать часть объема, потому что Газпром с ними продлил соглашение на условиях бери или плати, качая или плати на достаточно большие объемы газа. Но, в общем, в любом случае, честно вам скажу, для нашей ГТС, если ее объемы транзита упадут ниже даже там позапрошлогодних 60 миллиардов, ситуация будет очень и очень печальна. То есть, мы либо вынуждены будем еще повысить, потому что, смотрите, одну простую логику. Содержать все это хозяйство можно лишь обеспечив достаточный объем выручки. Вот 2 миллиарда долларов, более-менее, нефтегаз даже стал прибыльным за счет этой выручки. То есть, ключевой фактор прибыльности нефтегаза это выручка за транзит газа. Причем, исчисляемая в гривне из-за девальвации национальной валюты она еще рекордно выросла и пообеспечила 26 миллиардов гривен чистой прибыли. Так вот, условно говоря, если падает объем транзита, выручка, что у нас? Будет сокращаться. Чтобы ее поддержать, нужно будет что? Тарифы? Что? Чуть-чуть поднимать. Ну, там уже не чуть-чуть, если вы поймете, куда их поднимать, если так вот. Вот как-то так оно все неоднозначно. Я не верю, честно вам скажу откровенно. Нефтегаз, кстати, судится с Респромом, в том числе и по транзиту и оспаривает транзитную ставку. Причем, это ретроактивно или ретроспективно. Это 11, это суть одного из исков там. Ну, мне кажется, что, понимаете, тут как получается, у века какая у нефтегаза? Мы пришли с вами, русские, подписали в 9-м году соглашение и взяли на себя обязательно получать транзит по этой формуле. А теперь прошло там 2 года, мы полностью имплементировали, условно говоря, третий энергопакет и теперь мы заявляем, что это неправильно. Но это же получается что? Задним числом. Чуть другое слово я не употребил. Задним числом. Понимаете, в чем дело? То есть тут как арбитраж будет рассуждать? Ну, окей, хорошо, вы вступили в энергосообщество. Прекрасно, дорогие друзья. Ну, это что? Значит, что задним числом вы готовы поменять все действующие до сих пор, в том числе и соглашения между хозсубъектами, тем более регулируемые неукраинским правом. Это понятно, что любой там вам Печерский суд или высший хозяйственный примет решение, которое скажет, конечно же, ставка должна быть не 2,6 доллара, а даже 9,5. Когда-то еще в 2008 году известный текст в одном украинских СМИ там Коболев, не, Витренко там был, Коболева там не было, там был Витренко и Ковалко, младший, Александр Петров, ой, извините, Александр Петрович, они вот написали такую статью, где мотивировали необходимость повышения ставки до 9,8, почти 10 долларов, тысячу кубов. Так вы представляете, что это такое вообще? Ну, то есть, ставка тогда была 2,5, так же где-то, как и сейчас, а надо типа вот по логике, там тоже своя логика закладывалась, давайте надо 10. Ну, когда вы с вами прочитали... Дмитрий, интересно, два слова буквально все же о том моменте, когда нам стало ясно, что там происходит в судах, ну не совсем, но что-то тайное стало ясным, явным, когда вдруг выяснилось, что Украина там должна гигантские деньги и не дай бог мы проиграем. Вот в самом это главный суд претензии, так сказать, встречные претензии. Кто там, в каком состоянии сейчас находится, какие шансы? Вы знаете, я тут прочитал на днях, то есть, вот господин Портнов, известный юрист, он, кстати, у Тимошенко работал, потом у Януковича, ну, кстати, говорят, что юрист очень хороший, лично с ним не знаком, так вот он там, ну, как бы, это вообще некие такие советы давал общие, наверное, какого-то общего плана, что ли, и там один из советов, ну, юридические, чисто в плане, был один простой такое замечание. Перед тем, как подавать иск, любой, неважно куда, вы подумайте, а как это может на ваших позициях, там, в бизнесе или там где-то еще сказаться, потенциально, даже сам факт подачи иска, я не говорю, там уже потенциально предполагаете вы его выиграть или нет. Ну, я не уверен, что господа из нефтегаза все хорошо рассчитали, потому что, ну, претензии очень большие, обоюдные, ну, потому что там есть встречные иски со стороны Газпрома и наши. Еще так для понимания, если там брать весь срок действия контракта, то претензии там приближаются к суммам 50-70 миллиардов долларов обоюдные. Просто считаю, тут есть два, как бы, две методики подсчета. На текущую дату, вот то, что сейчас, сейчас Газпром с нас требует, ну, 37, а мы с него там что-то тоже около 30 миллиардов. Есть, как бы, на дату окончания контракта. Это еще там чуть ли не полтора завтра. У нас сколько-то серьезно для государства. Вообще, прецеденты в мире такие бывали, что присуждали? Нет, такого рода прецедентов не было. И, конечно, как вы думаете, нефтегаз может выплатить 40 миллиардов долларов? Нет, даже если продадут, они, извините, всех своих сотрудников рабство долгосрочное. Но я вам правду говорю, нет, этих денег нет у государства Украины. о чем мы не можем банды российские обслуживать, погасить 3 миллиарда долларов, у нас просто этих денег нет. И, к сожалению, с высокой степенью вероятности проиграем такой этот лондонский арбитраж, который, но это отдельная история, мы уже промежуточную стадию уже проиграли. Поэтому, к чему я это все веду? 40 миллиардов у нас нет. И продать ГТС, она не стоит даже, она даже в лучшие времена, скорее всего, таких денег не стоила. Вот мы подошли к самому главному. Может, это и есть какой-то выход для государства в какой-то момент, конечно же, продать каким-то крупным транснациональным монополиям на Западе, которые... Я же вам уже приводил историю, есть два потенциальных субъекта, итальянцы и Сволаки, вот из Пятия и Снам, которые якобы заинтересовались чем-то там, пока ничем, чтобы вы понимали, вот есть, инсайдерская информация есть, что пока это все меморандум о намерениях. Ну, бумажка, что мы будем там, мы там будем ваш опыт европейский тут реализовывать мощно. Уже же он реализовали на фоне Трансгаза, я уже сказал, что ковыряются в носу, чешут себе, как же путылут все, а не понимают, что делать дальше, потому что финансовые результаты работы Трансгаза, мягко скажем, из-за вот этой вот навязанной Коболевым и компанией логики, ну, не совсем как бы адекватной, текущим реалиям. Так все-таки собственник поменяется, и как это будет еще осуществлено, это будет какой-то открытый... Повторюсь, пока никак, пока потенциальные участники, я думаю, они просто-напросто посмотрят, на что расчет делает тот же, почему это важно, ну, Коболев этого не скрывает Светренко. Они прямо говорят, вот Газпром нас, скорее всего, нас лишит транзита, и мы, аксимус, можем сделать, написать очередное письмо в Брюссель, подписать, собрать подписи 20 депутатов, великих таких канцербучковских и другой там господующим уважаемых, написать еще одну бумагу очередную. Брюссель скажет, да, мы поддерживаем транзит, ваш очень хорошо, но тем не менее, на прошлой неделе всем известная история, шесть европейских компаний, которые участвуют в Северном потоке, два уже предоставили Газпрому уже финансирование под часть этого проекта. Уже все, не то что меморандум, уже договоры подписаны, уже есть деньги на все это дело. И проект, скорее всего, будет реализован. Чему это все веду? Так вот, что рассчитывает Киев? Что если придет европейская компания, то она возможно с Газпромом договориться, что часть газа будет продаваться на восточной границе Украины и тогда уже с НАМ или СПП, но СПП это не знаю, зачем нужно, ну, допустим, итальянцы, итальянцы крупные покупатели российского газа, они импортируют импортируют ежегодно, по-моему, не менее 25 миллиардов кубов, если я не ошибаюсь, ну, это приличный, у них приличный объем, доля потребления российского газа в энергобалансе Италии достаточно крупная, там она, ну, третья, то и больше третья, но это не суть важна. Итальянцы будут сами договариваться с Газпромом на нашей восточной границе и заберут нашу ГТС, то ли, ну, я не знаю, по закону можно приватизировать 49% ГТС, то ли какой-то, есть идеи, ну, долги, долгов пока нет, поэтому пока это... К тому времени могут возникнуть? Ну, не знаю, может быть, ну, не, поймите, тоже может какая логика быть, они тоже не глупые ребята, вот они как рассуждают, давайте мы там хранилища вообще уберем в сторону подземные, потому что они якобы там не в состоянии генерировать прибыль, это уже очередная идея. То есть, скорее всего, западный бизнес так и подойдет. Мы хотим забрать только то, только те трубы транзитные, которые могут потенциально генерировать прибыль, если еще мы договоримся, если они договорятся с этим проводом. Все. Хранилища не нужны. Трубопроводы, которые идут от их магистральных к украинским предприятиям, они не нужны, потому что что? Они потенциально не факт, что будут генерировать, что прибыль. Возникает другой вопрос, а зачем это нам с вами? Да, это какой-то может быть выход, если опять же с гастроном договорятся, для части наших магистральных труб, их условно 4 штуки, но все 4 по всей видимости после 2019 года уже будут не нужны. Нам останется, не знаю, 3, может 2. Понимаете? Да, это выход для этих труб, возможно выход. Хотя тоже выручку будем получать уже не трансгаз. Трансгаза вообще не будет уже по логике вещей, потому что его уже сейчас Кобалев под ноль собирается сократить и сделать из него так называемую ремонтную бригаду. Передать реальные по сути активы, то есть само ГТС в ПАО магистральные трубопроводы Украины. Как думаете, на переговорах с Меркель, с Путиным, эти вопросы как-то забрасывались? Ну, возможно. Германия же тоже какой-то гастом потребляет Российский? Нет. Во-первых, Германия, как показывает вся происходящая история, произошедшая первейший субъект, заинтересованный в строительстве Северного потока-2. Да, к этому же вопрос. Вот, были сушения в Бундестаге, там крупнейшие правоминские фракции поддержали данный проект, не выразили никаких как бы... Позиция в Мерке следующая. Давайте сделаем как-то так, чтобы проект был, с одной стороны, экономический, мы его политически не рассматриваем, но давайте Украине сохраним транзит. Это аналогично позиции Брюсселя в данном вопросе. Но поскольку немецкий крупный бизнес и крупный бизнес ряда других стран, потому что там же есть и Shell в Северном потоке-2, и OMV, если я не ошибаюсь, австрийцы. Крупный бизнес хочет строить трубу. Им нужно вкладывать деньги, зарабатывать деньги, получить дополнительный источник поставок относительно дешевого российского газа на рынке стран Евросоюза. Он конкурентоспособен, как показывает практика, потому что год показал рекордно высокую долю «Газпрома» на рынках Евросоюза. 33-34%, такого не было никогда. Почему? Газ дешевеет по формуле, которые, эти долгосрочные формулы, привязка нефтью, в прошлом году показали очень хорошую для покупателя отличную динамику и почему «Газпром» через нас транзит нарастил. В том числе поэтому. Нарастил все-таки, да? Нарастил и наращивает даже и в начале этого года. Уже дешевый газ русский его отлично покупают, берут, разбирают, с руками оторвают. Поэтому по такой логике по всей видимости «Северный поток-2» таки будет построен. Понимаете? Вот и вся история. Бизнесу это интересно. Ну, вы же видите, Меркель же не может запретить компании «Эон» немецкой участвовать в данном проекте. Ну, не может. Ну, как? В конце концов, это рыночная экономика. Это у нас, хотя в Европе тоже есть нюансы. Вон греки собирались свою компанию «Десфа» приватизировать. И даже в прошлом году был же тендер и азербайджанцы, Сакара азербайджанская купила. 400 миллионов долларов, тендер выиграла. Ну, вот пришло из Евросоюза бумага пришла запретить и продать не менее 66% этой компании. То есть, когда нужно, они могут, но не в этом случае, по всей видимости. То есть, грубо говоря, они взяли решение Брюсселя и запретили грекам продавать азербайджанскому Сакару газораспределительную компанию греческую, «Десфа». Потому что это якобы может, среди мотивировки, может угрожать энергобезопасности. Ну, я не разбирался. Энергобезопасность, какое ключевое слово, просто переходя к этому самому... Поэтому Брюссель тут тоже играет по разному. По крайней мере, Северный поток, он уже официально, понятно, запретить не может и не будет его запрещать. Это уже как бы ясно, как Божий день. Поэтому вот так. И немцы, я закончу, немцы, почему они им важны? Они станут крупнейшим субъектом, ну, ФРГ как государство, не знаю, хабом, можно назвать даже хабом, куда будут приходить большие объемы газа, в том числе из России, и потом этот газ будет идти в Баумгарты, на Австрию, центральная Европа, частично, возможно, и в Западную Европу. Немцы, это выгодно, это бизнес, это большой бизнес. А там, где есть большой бизнес, как вы понимаете, что, ну, к мнению таких субъектов, как наш уважаемый президент Петр Алексеевич Порошенко, даже если он там вытащит кусок газовой трубы и будет потрясать их на международных формах, к сожалению, мне кажется, будут, конечно, прислушиваться и говорить, да, да, я, я. А помните было такое, что мы даже чуть как бы невольно или там уж как, не знаю, шантажировали Европу, когда на границе там всякое устраивали, что не дадим зимой газа и все, замерзнут. Мы подписали соглашение об ассоциации, один из пунктов данного документа предусматривает невозможность нами как стороной шантажировать Евросоюз любыми возможностями прекращения транзита, как то там газа, так то и иных видов различного рода ресурсов. Просто газ наиболее болезненный вопрос такой. Ну и для Европы тоже, да, он остается же вопросом. Поэтому если мы будем шантажировать, то, наверное, Брюссель нам очень жестко. Ну это правда. Это эпитет шантажировать, потому что помягче слово. Нет, ну что-то там пытались, было дело, было дело. Так оно и есть. Просто поверьте, если будет сорван транзит, сейчас просто благоприятные условия, сейчас там лета вообще ничего. Никто разбираться в том, опять же, Киев или Москва не будет. То есть там будут большие проблемы и опять же это даст, может быть еще одним фактором для того, чтобы строить газопроводы во входе Украины. Потому что Северный поток-2 ничем никого не шантажировать. Я, честно, не слышал, чтобы русские шантажировали Северным потоком. Они просто говорят, давайте мы за свои привлеченные деньги построим вам еще одну трубу, которая на ваш рынок будет поставлять газ по приемлемой стоимости. Все. Украина, ну Украина, да, это очень важный элемент, наверное, важный элемент в мировой системе там чего-то там, ну зачем нам Украина? Логика бизнеса очень простая. Зачем нам Украина? Если мы можем качать через себя еще и в итоге, если мы заполним эту трубу там на значительный объем, то мы просто-напросто снизим транзитную ставку, уменьшим издержки для постава газа конечному потребителю. В этом есть приставка экономической логики. Опять же, для нас это очень все печально, для государства, для нас как граждан Украины. Ну нужно было принимать эти решения дальше. Кобаль, вон, там одна газета написала, что она хочет поехать на заседание Большой Семерки и выступить. Ну, я бы хотел на это очень посмотреть. Ну, Украина останется транзитером, таким государством транзитером, это же важно вот остаться. Ну, останется, но я повторюсь, к сожалению, если будет построен Северный поток-2 и Турецкий поток, возникает теоретическая возможность, не говорю, что она будет реализована, теоретическая возможность полного, то есть, при текущих объемах потребления в Европе, даже в небольшом росте, полного прекращения через нашу территорию транзита. Другое дело, что в ряде случаев это будет экономически не совсем выгодно, как, например, с Молдавией, с Валакией, но повторюсь, тогда профицит мощности позволит полностью заменить украинскую ГТС с ее текущими объемами транзита, разве что из-за отсутствия интерконнекторов, которые соединяют страны Юго-Восточной Европы, это прежде всего там Болгария, их пока нет, могут возникнуть перебои с поставками газа, условно говоря, с Баумгартена в Болгарию, хотя там небольшие объемы, но вы понимаете, к чему я веду. То есть, там еще интерконнекторы не построены, хотя Евросоюз активно выступает за строительство этих интерконнекторов и дает деньги частично на все это дело, чтобы интегрировать страны Евросоюза друг с другом. А интерконнектор это что такое? Это какие-то перевалочные? Это трубопроводы. Просто трубопроводы. Это трубопроводы между, они соединяют интерконнекшн, между, в общем. Важно же напомнить всем нам о том, как этот реверс осуществляется газа в Украину, мы же газ российский мы сейчас не покупаем, это как бы уже железно, много уже лет получается. И никакой зависимости у нас нет практически от этого газа. И от России уже значит такое. Ну плюс еще, вот я не совсем понимаю, но наше такое чрезвычайное энергетическое положение, вот такое было введено вот такой термин, как-то был запущен, потом как-то все стихло. Это в электроэнергии, оно действует, оно не стихло. Но это электрическая энергетика. Но пока вот по газу, все-таки этот реверс, что сейчас происходит с тем, что мы должны купить, закупить? Реверс идет, ну конечно же он там через Словакию, объемы реверса далеки от максимальных, то, условно говоря, там основные, венгерский вообще, насколько я помню, маршрут там практически не задействован, польский там наполовину, условно говоря, свалатский где-то тоже наполовину, может чуть выше. Вот, реверс идет. Просто мы должны понимать одну простую вещь, что все должны, наверное, ваши, чтобы понимать люди, как оно. Вот смотрите, идет русский газ с Востока. Проходит через Украину, с Квадипова? Ну, пока не проходит, зашел он с Востока. Значительные его объемы потребляются на том же в Востоке и в Центре. То есть реально Укртрансгаз не берет тысячу кубов газа из Суджи и не качает ее, выполнив этот отрезок транспортной работы в полном объеме. В том числе с помощью сжигания, не знаю, есть ли, тут нет оборота такого в русском мнении. Сожги... Нет тут такого слова. Сжигание, почему? С помощью сжигания каких-то объемов топливного газа. Ну, вы поняли, взяли тысячу кубов здесь, чтобы транспортировать тысячу-сток километров, нужно тут сжечьку, тут газ, то есть каждые 130 километров стоит компрессорная, сжечь тут кусок, объем тут, тут, тут. Естественно, что с чего это складывается, что? Себестоимость транзита и сдержки. Мы берем тут, сжигаем часть условно в Харьковской области, там, Полтавской, Киевской, то есть, а там уже поднимаем что-то из хранилищ. То есть, и часть трубопроводов, у нас только часть транзитных трубопроводов изолирована от оставшейся части ГТС. И часть этой работы транспортной вложится в том числе на поставки украинским потребителям. Давайте вымерли, Газпром это все прекрасно понимает, там тоже не дураки сидят, не все знают, как работает эта система. То есть, реально объем транспортной работы и сожженного топливного газа не соответствует тому объему, который должен быть по формуле, в идеале. Потому что эта тысяча кубов газа фактически не транспортируется от границы до границы. Ну, мы себя, получается, обманываем сами или что это такое? Нет, мы обманываем Газпром. А тут мы еще и говорим, окей, ребята, ну как, нет, так оно было всегда. Просто когда Украина импортировала русский газ, надо закрывали как бы глаза. Ну, бог с ним. Потому что мы понимали, что реальный объем транспортной работы отличается от того объема транспортной работы, который Укртрансгаз исполняет на бумаге и получает за эту транзитную плату со стороны Газпрома. Ну, понимаете, в чем он логичит? Да, красиво, я так понимаю. ну, это правда, так и есть. А кто зарабатывает на этом все? Это же государство, надеюсь, да? Ну, Трансгаз, по идее, нужно зарабатывать. Поэтому вот вы спросили о реверсе. К чему я все веду? Если транзит русского газа резко сократится или существенно уменьшится или вообще прекратится, то что? Вся эта схема что? Ей пойдет каюк. Нет, ей просто бьет каюк реально. вы понимаете, в чем дело. Нет, ну, газ у нас останется в Украине, то есть он будет такой, Ну, будет, да, но нам придется, что в Харькове, если в Харькове есть своя добыча, условно говоря, не знаю, где там, ну, бог с ним, в Невропетровске, там, такой на севере, там придется в Невропетровск газ тащить откуда, если мы прекращаем русский газ. Я не агитирую за поставки русского газа, бог с ним. Я понимаю, вы поняли. Нам придется физически, не за что сейчас там, фактически газ крутится, он условно через Будинце зашел на Ушгород, попал в ту же трубу и опять пошел туда же. Вот так вот, ну, большой круг совершает. Коболевы компании прибавили малый круг, вообще на границе вот так вот, там, 3-4 трубы лежат, давайте мы по двум пусть русские качают, а по двум обратно мы будем гонять его вот так вообще по кругу 5 километров, ну, там, или 10 километров. Но это называется в их понимании, это же реверс такой. Вот, ну, поскольку там есть соглашение между Газпромом и этим, как его, Юстримом, этого просто нельзя сделать. Мы, правда, это требуем, кстати, в Арбитраже, в том числе, требуем вот это. Вот он сказал, это такой узко специальный вопрос, но имеет отношение к нашему будущему, такому недалекому. Да, расскажу. К чему я все веду? Если русский газ перестанет качаться с Востока на Запад в таких объемах или минимизируется его объем, и там будет качаться для Молдавии 3, Салакии там, сколько этим Салакам нужно? 5, по-моему, смешные объемы они потребляют. То уже история такая не получится вообще. Отделить этот газ будет невозможно, вы понимаете? Если мы сожжем его в Харьковской области эти 3 миллиарда, то он что? Он просто не дойдет до западной границы. Нам нужно будет где-то брать его с той стороны и как-то там, я не знаю, что-то закачивать. У нас просто ГТС тогда будет разбалансировано. Или же придется физически, если у нас там есть крупные потребители в Днепропетровске, например, в Мариуполе, в том же прекрасном, который у нас что сейчас? В конце трубы находится. Уже в самом конце трубы. Нам придется физически этот газ поставлять. Причем в каких объемах, если там какие-то заводы еще останутся в этом Мариуполе к тому времени. Конечно, там есть еще. Что-то слушал, прошел, что Ильича там чуть ли не... Не знаю. Не слышали, да, насчет Совета Учинителей. Знаешь, там горячую воду то ли отключили на все лето или на полгода. Или собираются отключить. Просто отключить, потому что долги у Мариуполя. У потребителей Мариуполя всем отключить. Ну, то такое дело уже. Кто же им виноват? Надо платить. Знают, где живут, в какой стране. Так вот, чему я веду, что вот когда русский газ прекратит туда идти, то будут серьезные проблемы. Они будут в том числе в организации новой схемы транспортной работы, в резком повышении издержек на эту транспортную работу. То придется повышать тарифы для внутреннего потребителя. И тогда вообще нужно будет перенастраивать работу украинской ГТС. И за эти все издержки заплатит кто? Поэтому же я вам почему объясню, почему эти СНАМ, СПП не хочет заниматься всей этой работой. Зачем им это нужно? Зачем им заниматься поставками газа, условно говоря, там со Славатской границы в Мариуполь с непонятным тарифом, который будет. И вообще неизвестно, будет ли в том Мариуполе тогда потребитель этого самого газа. А не производит ли очередной снаряд, не разберет ли нам транзитный газопровод. Вот простая, простая, элементарная, видите, тупая логика европейского бизнеса. Дайте нам кусок трубы от Суджи до Ужгорода, мы его заберем, мы попытаемся с русскими договориться, чтобы продавал он нам газ там и сами будем его качать. Все. Будем забирать за это половину, условно говоря, транзитной ставки, половину отдавать вам. Все. А все остальное, дорогие друзья, вы, пожалуйста, с ними сами разбирайтесь. Пока вот такой подход есть у европейских компаний. В принципе, я его прекрасно понимаю. Вот так же детский припортовый завод хотели покупить. Давайте мы все долги из завода переведем на госструктуру, а завод чистый и без долгов купим. Конечно же, господин Диалуз, бывший глав фонд госимничества, такие документы, что не подписал. А потому что потом придет прокуратура, когда режим правящий сменится, и что? И посадят его в тюрьму. Вот, переходя на правящий режим, собственно, и понимая, что происходит в стране у нас, продолжение этой темы, такое чрезчайное положение, оно в энергетике было объявлено. Потом как-то оно все притихло, но вы, видимо, за этим следите. И я сам, ну, кое-что удается прочитать, обнаружил, что особенно с вот этой частью Луганской области, которая там не контролируется, вроде бы там, но это продолжение какой-то блокады, то есть, которая стала уже, как бы, энергетической блокадой, то есть, какое-то электричество не заходит с электростанции, Ну, и понятное дело, что, как и вы тоже уточняли здесь и объясняли, все с России сейчас идет, да? Вот к чему это может привести? Что это за политические следствия? Смотрите, 25 апреля компания «Укрэнерго» и «Луганское энергообъединение» отключили потребителей Юга области, вот эту самопоразошенную ЛНР от поставок с территории Украины, по сути, с теплоэлектростанции в городе счастья, Луганская теплоэлектростанция. Почему это было сделано? Ну, понятно, что, да, там долги 5 с лишним миллиардов гривен, но они сформировались не за последнее время, давайте будем реалистами, плюс есть же какие-то там Минские соглашения, там тоже это обсуждается сейчас очень активно, вот, плюс есть понимание в Киеве, например, мы с вами потребители, но я не должен, а кто-то, наверное, должен, 5 миллиардов с лишним должны за тепло, чтобы понимали сопоставимость цифр, вот, ну, понимаете, к чему я думаю. Я почти чуть-чуть рассчитываюсь. Нет, там тоже 5 миллиардов, но нас же не отключают, я к чему, горячая вода, там, просто что, домов отключили, ну, бог с ним, ну, почти не отключают, чтобы люди понимали, я не агитирую, да, была проблема, она серьезная для ЛЭО, у них были штрафы, пеннис со стороны энергорынка, они же поставляли часть этого электроэнергии на юг области. С ними не рассчитывались. Иными словами, если к нам было, вот, неконтролируемая часть, как вот, Украины, должна денег, Пока не было блокады, пока у известного бизнесмена там на территории ЛНР не активы, не национализировали ДНР, я думаю, что как-то эта схема, в принципе, работала. Более того, везли уголь на Луганскую ТЭС, в том числе, с юга области, это антрацит, оттуда был единственный путь, его заблокировали, потом ввели внешнее управление на предприятиях этого известного бизнесмена и чьей-то компании, там, СКН, ДТЭК и так далее. Я думаю, что, к сожалению, пали все эти, вся эта история с ограничением поставок, она пала жертвой, что ли, вот, двух вещей. Во-первых, это высшее политическое руководство в Киеве принимало решение, а давайте мы еще поторгуемся там с русским, сейчас мы отключим электричество, посмотрим, что будет дальше. Поэтому, что те запитали с Российской Федерации, там эта возможность была еще года два назад как реанимирована, там есть подстанции, через которые и так уже поступала оттуда электроэнергия, просто где-то, условно говоря, объемы, я думаю, процентов на 30 увеличились сейчас. И то, по имеющейся информации, только бытовые потребители в целом обеспечены энергией, коммунальные предприятия, а вот не все, например, шахты и промпредприятия в достаточном объеме получают энергию электрическую, что, кстати, чревато возможными какими-то экологическими рисками, но это отдельная история, давайте мы тоже ее в сторону уберем. Мы про воду говорили, что там... Поэтому все прекрасно понимали, что... Но Луганск без света не сидит, да, вот в горожане? Ну, им подключились через два часа после приостановки поставок со стороны Украины. Нет, они не сидят без света. Другое дело, что теперь непонятно, что... То есть наши украинские граждане получают вот свет? Да, из Российской Федерации за них платят российские потребители. Это все как бы там на потери списывается. Но там не такой большой объем, но там все равно это деньги. По разным оценкам российских СМИ это порядка 4 миллиардов рублей. Ну, можно пересчитать по курсу. Да, так чему я все это веду? Что, скорее всего, в Киеве в этом заинтересовано было высшее политическое руководство, которое негласно собиралось торговаться таким образом с... Ну, понятно, там, с Москвой, с Путиным, там, еще с кем-то, не знаю. Второе, наверное, мне кажется, приложили руку к этому и бизнесмены, которые таким образом решили, ах, вот наши активы там национализированы, мы теперь вам покажем с нашей стороны, что... То есть наши известные бизнесмены, да? Но выгодно это и российским бизнесмены сейчас, или... Российским без разницы. А что российским? Российским, ну как, РАО, российский системный оператор, получается, сюда эту энергию перетекает, и убытки вложатся на всех потребителей Российской Федерации. Там нужно смотреть, как у них там эта система. Но не суть важна. Ну, повторюсь, пока эта электроэнергия перетекает из России, за нее Луганск может быть платит, а может и не платит. Я не могу вам сказать, я тут нахожусь в Киеве, но, возможно, какие-то объемы, какие-то платежи и будут организованы, сбор денег будет там. Хотя тарифы, как вы понимаете, там много ниже, чем Российская Федерация. Тоже, ну, тоже существенная проблема, но бог с ним, это уже как бы нас не касается. Живет там хуже, но тарифы ниже. Вот, собственно, есть такая версия. Да, поэтому, к чему это все веду? Ну, и понятно, что все это очередной там путь к дезинтеграции. Ну, давайте будем реализовывать, если мы отключаем им света, то, кто что-то захочет возвращаться в эту Украину. Там, таким образом, Киев уничтожает уже последние, преднамеренно это делается, за счет на какой-то торг, как посчитали ли все результаты, какие последствия для Минска-2 будут. Вот Меркель же с Путиным началось. Да, вы почти в унисон говорили, что надо, конечно, неукоснительно выполнять уже Минск-2 и вариантов как-то. Поэтому, к чему это все веду? То есть они вдвоем прям буквально нам советуют это. Не знаю, понимаете? Тут еще Луганская ТЭС, которая сейчас из России. ДТЭК возит свой уголь на Луганскую ТЭС со своих шахт в Ростовской области. Вот с этим углем. А где гарантия, что этот уголь будет идти дальше? Вот честно вам скажу. Смотрите, один путь был из ЛНР, оттуда с юга, сама провозошенная. И вот Семен и компания разрезали. Ну все, потом те приостановили поставки. На станции осталось там антрацит, по последним данным, где-то 150 тысяч тонн. То есть она сейчас, кстати, даже вот стала меньше работать. На юг же электричество не поставляется, стала там одним блоком, наверное, работать. Вот, условно говоря. То есть объемы, конечно, сжигания антрацита снизились. Но все равно через где-то 30-45 суток, если из России не подвезти, а больше везти ниоткуда, в Украине вообще антрацита нет, в принципе. Вы знаете, все станции стоят. Пять станций стоит. По антрациту и вообще по уголям этот вопрос был по поводу следующей, по поводу друзей с компанией. Мы к нам вернемся. Давайте закончим с Луганском, с этой вот историей блокады. Так вот, если русские приходят поставки, мы скажем, окей, мы тут все, вы ДТЭК возили, возили, ну извините. То есть такое асимметричное ответство, мы перестаем поставлять. К сожалению, я не исключаю, что там. Кто помешает им? Более того, мы же хотим сами ввести эмбарго на импорт из России. Вон угля антрациты, вы же знаете, он обсуждается, уже есть постановление Кабинета Министров в проекте. Даже эмбарго, то есть такое слово играет? ну запретом, да. Я понимаю, да, что это не... Чтобы не возили официальная причина, чтобы через самопоразошенных республик не возили окольными путями. Ну если будет действовать запрет, то что он будет действовать? Наверное, распространяться на все. В том числе на поставки из этой станции остановятся. Как будут работать потребители на севере области? Какие станции там? Уганская. Уганская. То есть одна станция. Она одна, единственная, которая до сих пор из шести штук в Украине работает на антраците. Там еще есть антрацит. Пять штук стоит. Ждет подвоза антрацита, который должен осуществиться где-то к концу мая по разным оценкам. Тогда вот с этой компанией грузинской, которая сама там непонятно что добывает какой-то заключенный договор. То есть что это такое? Чье это лобби? Дмитрий, что произошло? Почему именно с этой компанией замечательно? Во-первых, возникает первый вопрос к мегасистеме наших закупок. То есть вот много говорилось там о великой реформе с серией госзакупок. Но на позор проходил тендер. Во-первых, были большие вопросы к его... Ну что дает прозор? Нам позволяет посмотреть сколько есть участников какую-то тендерную документацию. Ни специалист в этой отрасли даже подойти оценить вряд ли что сможешь. Но можно почитать, что вот две компании принимало участие. Одна из них победила. Вот связанная с этой ГИГ, ну это трейдер, который в состав называется, по-моему, Georgian Industrial Group. Конгломерат, куда входит и добыча там, и какой-то объект генерации, там у них еще какая-то горно-металлурическая. Ну Грузия вообще она такая страна не особо с развитой промышленностью. так можно, что этот ГИГ, я не специалист по грузинской экономике, но такой крупный субъект там вообще в промышленной промышленной сфере и в энергетике. Вот его трейдер предложил нам продать 700 тысяч тонн антрацита под 97 долларов в тонна на условиях СИВ в порту Черного моря. Что могу вам сказать? Во-первых, они в Грузии этот антрацит не добывают. Всем прекрасно понятно, что они его где-то что? Должны перекупить, чтобы продать. Почему там такой трейдер нарисовался, я не знаю. Просто к Фразорро, к Центренерго. Цена. Цена же, это самое любопытное. То есть она даже сравнима. Текущие значения индексов Ричард Бэй, которые Южная Африка, по которым, по всей видимости, близко к ним ДТЭК контрактует. ДТЭК законтрактовал 600 тысяч тонн угля уже с возможностью расширения, увеличения объема поставок до 1 миллиона тонн. То же самое антрацит, который тоже можно сжигать на тех же наших станций. Так вот, там индексы порядка 67-70 долларов в тонна, плюс фрахты Украины, транспорт, ну, будет где-то, условно говоря, чуть менее 80 долларов в тонну. Ну, может, чуть больше. 80-82 доллара в тонну. 97 долларов в тонну, тем более непонятно, где возьмут антрацит. Почему так произошло? Либо кто-то заложил туда какой-то свой интерес, что возможно, либо, к сожалению, этот трейдер не смог купить нигде дешевый антрацит, потому что его что в мире? Нет, по всей видимости ДТЭК выгреб последний антрацит из Ричард Бэй. Есть у нас, министр энергетики нам обещал поставки какого-то супер дешевого угля из США. Ну, что-то нет, супер дешевого угля, нет, не поставок. Возможно, эти грузины, они же там, может, у него американцев купят этот уголь, но в итоге цена будет все равно не низкая. Она вот на 3-12 долларов в порту будет превышать стоимость потенциальных поставок с ЮАР, той же самой ДТЭК. Плюс еще нужно довести на станцию, то есть итоговая стоимость будет порядка 100-5 долларов тонна. Это в текущих, сейчас курс немного припал, но все равно это будет порядка 2700 гривен тонна, что никак у нас текущий тариф не помещается. В текущем тарифе, хотя есть формула Роттердам плюс, поскольку она ретроспективна, исходя из котировок индекса API 2 за последние 12 месяцев рассчитывается, там нет цены, сейчас 2700. То есть получается, что убыток будет, либо нужно повышать тариф, точнее, тариф для теплогенерации, оптовую цену повышать и, возможно, со всей вероятностью повышать тариф для конечного потребителя, прежде всего, промышленности, потому что иначе кто-то будет вести убытки. Либо все оставить как есть, тогда убытки будут вложиться на тепловую генерацию. ДТЭК завезла, Центр Энерго завезла уголь по 105 долларов в тонну, в тарифе есть, условно говоря, ну пусть будет 75 долларов в тонну или 80, и эта разница, 30 долларов вляжет куда? Вы бы так. Так они работали в 2015 году. Кстати, а сейчас, кстати, неплохо работали, они показали неплохие результаты финансовые. Но когда начнется все вот эта вот закупка по этой цене и насколько это может произвести на энергетической безопасности? Или оно не связано так напрямую? ДТЭК законтрактовал 600 тысяч тонн, первые объемы должны прийти в конце мая. Вот этого ГИГА, то есть Джорджия? Нет, они сами контрактуют в ЮАР. А вот ГИГА, во-первых, там же как логика работает. Сначала тендер, а потом уже подписывается контракт. Контракт еще не подписан. Да, да. Резины победили. Они просто, ну как, они просто посредник. Я не знаю, почему там не нарисовался, не появился какой-то субъект, который сам добывает уголь. Вы высказывались при отдельных СМИ предположения, что это в теории может быть антрацит, который повезут из неконтролируемых территорий через Россию. Но если морским транспортом легко это будет отследить, потому что есть глобальные системы, которые отслеживают движение судов. Если ЖД транспортом, то тут нам придет на помощь что? Эмбарго. Ну, предположим. Ну, давайте будем реалистами. Хотя нет, если в принципе грузины. Ну, если условно говоря идет состав со стороны Брянска на Украину, и там написано «Грузинский уголь». Ну, я не знаю, как будет в этой ситуации действовать украинская таможня. То есть, как она? Грузинские по документам, ну, окей. Но все понимают, что Грузия уголь что? То есть, она добывает уголь не тот, который нужен нашим типам. Она добывает. ГИК добывает там несколько сотен тысяч тонн угля. Есть там у них в Грузии шахты еще недобитые. В Союзе было, ну, у них прилично добыть шуа, по крайней мере. Интересно, даже не сейчас там осталось, не, а потом все рухнуло вообще в начале 2000-х, а сейчас чуть-чуть реанимировалось. То есть, несколько тысяч... Именно в открытом доступе самое интересное. Я изучал внимательно там все открытые источники по этому ГИК. Я не нашел вообще никакого отчета данной компании за прошедший год и так и не понял, сколько же они угля добывают. Они что-то добывают внутри Грузии, но сколько... Это все остается глубокой тайной. То есть, по крайней мере, мне не удалось в открытых источниках никакой информации получить ни на всех там. Ну, грузинского я не знаю, на английском языке должна была быть информация об этом. Ну, очевидно... Не будет это похожий вот скандал, как был когда-то с там, помните, лыжным инструктором, когда там заключались такие сделки? Я вам назвал цифры. К сожалению, цена не совсем адекватна. Ну, опять же, может быть там... Сумма сделки, там она известна, как это вот просто сделка, как выражается миллиард 800 гривен. Языком Трампа, да. Там 700 тысяч тонн законтрактовано по цене порядка, по миллиард 800 с чем-то тысяч гривен. Ну, это большие объемы. Вот просто под занавес нашего разговора сегодняшнего интересно перейти, и, может быть, вы бы так резюмируя сказали о каких-то политических последствиях. Опять же, возвращаясь к этой встрече, наверное, Меркель-Путин, еще же были там переговоры у Трампа, то есть, может быть, вот для Украины. Вот ситуация сейчас и с тем, что все же, ну, уже все цветет, тут так хорошо, праздники, и, казалось бы, холода прошли. Какие-то итоги, может быть, этой зимы, этого трудного отопительного периода, да? Я помню, мы с вами говорили и о том, что там, вплоть до того, что там теплосети не выдержат, и какие-то, ну, не то чтобы ждали, но предупреждали. Аварии, кстати, были же какие-то, но не такие, может быть, они были, чтобы прямо это катастрофа какая-то экологическая, но тем не менее. Вот вы ситуация сейчас как видите, что нужно готовить летом, как там летом надо готовить сани, как известно, да, вот что нужно готовить, к чему нужно готовиться весь этот период такой тепленький, чтобы мы в следующую зиму как-то прошли ее, как вы говорили специалисты. То есть, с точки зрения энергетики и нашей, опять же, там и чрезвычайное положение какого-то в этой энергетике и безопасности и того, что нам тут уже уготовили. Нет, ну, у нас же типичная подготовка к отопительным сезону начинается вот уже буквально на днях. Я уже жду, когда там Бройсман соберет точное совещание и начнем готовиться к отоп-сезону, но это всегда так было. Конечно же, ключевые риски сейчас находятся в сфере теплоэнергетики поставок угля. Если уголь не довести, то уже с июня месяца, когда наши прекрасные атомные станции станут на ремонт плановый, когда снизится уровень воды в реках неизбежно, и ГЭС не смогут вырабатывать из нынешней 9-9,5% в энергобалансе. Просто они пики не смогут покрывать никак, воды не будет. Так оно было все предыдущие годы. Низкая у нас обводненность, или как это правильно назвать. Так вот, у нас без антрацитов могут быть серьезные проблемы, вплоть до того, что мы просто не сможем пики покрывать потребление физически. При колоссально упавшем объемах потребления у нас понимали три года назад было там до 39 гигаватт на пиках мы достигали потребления суточных, а сейчас мы не дотягиваем до 19 с копейкой. Представляете, сколько все провалилось? Это, конечно, упрощает задачу. Не нужно столько энергии внутри страны. Но риски есть, конечно. Если уголь не привезут, то мы, об этом уже Укрэнерго говорила, без угля мы нормально лето не пройдем, не говоря уже о топительном сезоне. Если его не довезти, то нужны будут блоки теплоэлектростанции, в любом случае, работающие на антраците. Как оно будет решаться, сложно сказать. А вот это модернизация, все эти обещания перейти на какие-то другие угли, все это не так быстро, да? Кто-то этим занимается? Смотрите, антрацита в прошлом году сожгли где-то порядка 9 миллионов тонн. Если просто перейти на уголь другой группы, то нужно понять, где мы возьмем эти 9 миллионов тонн. Побольше там, побольше все-таки удельная теплота сгорания, помню, там уже всякие коэффициенты. Вы знаете, удельная теплота сгорания приблизительно одинаковая, просто там разная конструкция блоков. Нет, антрацит отличается тем, что он дает меньше выбросов, то есть, словно говоря, он менее дымный, меньше выбросов, то есть, он удобен, его проще хранить, потому что углегазовые группы, они скромные. А температура сжигания его не повыше, нет? Практически одноэтажем. В ГОСТе практически одноэтажем. Ну, там сейчас, по ГОСТу, по-украинскому, там сопоставимые температуры. То есть, объемы вполне должны быть такие же, да? Если мы говорим о смене. Не в объемах, дело в физической возможности добыть их на территории Украины. Их не... Ну, ДТЭК там сейчас говорит о том, что они собираются, они стали перед необходимостью, в том числе, они же не собирались это делать, мы с вами уже говорили когда-то. Зачем вам... Теперь им придется, в любом случае, объективно вкладывать деньги из тарифа, который мы заплатим с вами, чтобы переоборудовать свои блоки на уголь марке Г, возможный объем добычи, которого можно увеличить в Украине. Потому что не сразу там на 9 миллионов тонн ДТЭК в прошлом году добыла на своих предприятиях порядка там, произвела из рядового угля товарного где-то 14 миллионов тонн ДТЭК, это 13. Представляете, что такое плюс 9 миллионов тонн нарастить? Ну, вы понимаете, это же, ну, это более чем на ну, 150 процентов. Как это? Взяли, пришли, лопатой копнули и достали 9 миллионов тонн ДТЭК? Нет, это невозможно. Поэтому любая перевод любых блоков будет требовать длительного периода времени. Тариф. То есть затраты будут вкладываться в тариф. Это непростая история. Вот тарифом мы и закончим, если позволите. Все же вы, как человек, который просматривает и какие-то вещи все-таки гораздо глубже изучает, допускаете, что может быть каким-то волонтаристским даже не любым решением установлен новый тариф там на тепло ближе к отопительному сезону? Ну, смотрите, там простая логика. Скорее всего, подражает природный газ в нацвалюте. Ну, может быть, случится право так, что гривна укрепится еще сильно. Вот, вот, чего мы ждем. Ну, это, скорее всего, сценарий маловероятный, потому что экономика страны, то есть, вы же поймите, что произошло, допустим, почему еще укрепился курс нацвалюты? Потому что, начиная с января, у нас объемы выручки от крупнейших экспортоориентированных отраслей и подотраслей резко выросли. Это, прежде всего, металл, прокат, руда. Но сейчас тренд поломался и он опять пошел вниз. Все опять начинает дешеветь. Поэтому, это краткосрочный тренд был. И вот, в январе на 43% выросла выручка в денежном эквиваленте от продаж металла. Но потом, во-первых, стало три медзавода из-за блокады сразу же. Они что считались в нашей. Стало ДМКД в Днепро-Дзержинске, как он там сейчас называется. И два предприятия на территории несамопровозглашенных республик. Они все давали выручку, естественно, внутрь, так или иначе, страны. Поэтому этот тренд уже будет закончен. Март показал опять плохие показатели промпроизводства. Они упали, к сожалению. То есть, январь показал рост, февраль уже пошел вниз, март еще ниже. И говорить о том, курс нацвалюты будет укрепляться. Я, честно говоря, таких оснований предпосылок в настоящее время не вижу. Поэтому, скорее всего, газ для вакуумной энергии придется повышать регулятору цену. Кабмин взял на себя это обязательство из постановления Кабинета Министров с 1 октября пересматривать каждый год с 1 октября, с 1 октября. Если цена импортного паритета в гривне, которая там по форме рассчитывается, изменится более чем на 10%, что, скорее всего, мы будем иметь с 1 октября. Как это? Газ по вас не считают? Уже нацбанк об этом и сказал. Поэтому, да, наверное, регулятор будет вынужден после этого повысить тарифы на отопление для конечных потребностей. Не хочется распускать, это ноте, но все-таки... почитайте, что говорит нацбанк. Это же не... И присмотримся к угольку. Это же не... Все заражает, но не может Украина быть дезинтегрирована. Если мы играем по этим правилам, то нам нужно либо перестать по ним играть и сказать, дорогие друзья, западные наши партнеры, мы не будем играть по этим правилам. ВАЭФ, он же не то, чтобы требовал, ну как он, это не из условий. Ну-ка, Абмин сам на себя взял такое обязательство, пересмотреть эти тарифы. Ну как, потому что мы же верны идеологии реформ. В том виде, в котором они... Как они себя это понимают? Интересно, мы еще наше встречу посмотреть и сравнить с тем, что уже удалось в другим странам, которые все-таки в Евросоюзе, начиная там как-то и с Болгарии, в Румынии химзаводы уничтожены. Почему? Они тоже в свое время просили и требовали, там как, там одно, одно из крупных, очень крупное химпредприятие, олигарху местному принадлежащее, и все время румыны пошли по пути, все-таки правительство отдало ему низшую цену на газ, потому что иначе оно не конкурентоспособно было, когда шедетский припорт и азот еле чухающий сейчас на рынке, а все остальные химпредприятия украины стоят. Днепр, азот, может там что-то, и все остальное. Вот такая же история была в Румынии, тогда правительство пошло в начале 2000-х на компромисс, но потом это все закончилось, газ, карбамид и аммиат подешевел на мировых рынках, и в Румынии, сколько мне известно, тоже там печально. Там печальная, очень простая, смотрите, не можете в рынок списаться, но нет у вас дешевых ресурсов газа, стойте, то же самое, что было с детским припортовым, что людей развешали в общежитиях объявление, забираем на 2000 долларов на работу в Россию, на химзаводы, даже в Польшу, а там как-то в общем удается работать в Марокко, в Индии, и люди разъезжают, иначе 2000 долларов зарплата, а ты в период вынужденного простоя сколько там сотрудник получает, ну там 5 тысяч рублей. Так, на зарплату сейчас мы как-то рекламу дадим, все линутся туда, но это и отношение только к одесскому припортовому заводу. И часть людей уехала, сейчас он поздно заработал по двальческой схеме, но насколько я так вижу и слышу из источников места, эта схема даже не позволяет, только позволяет зарплату людям платить как-то более чуть-чуть. И то там зарплату платят знаете за счет чего? Не за счет работы завода, его основного вида деятельности, а за счет того, что там удалось с русскими договориться и заработал перевалка аммиака, ее же там устанавливали в конце прошедшего года и не могли по тарифам договориться. Так вот перевалка дает денег на зарплату, а завод это часть завода, но это относится к производству аммиака. Это про десскими портовыми, говоришь, да? Да, само предприятие, я так понимаю, украинского объем гады, чтобы он произвести эту тонну аммиака или карбамида и потом отдать тому же трейдеру, который где-то ее продаст и получит свою маржу. А завод вот хоть как-то заработал. И тут это тоже нужно признать позитивом, потому что иначе он просто стоял, так хоть какую-то зарплату людям платят. Нашли позитив. Друзья, спасибо большое. С нами был Дмитрий Марунич, продолжаем транслянственно Украл FTV и мы смотрим, слушаем. И я под занавес все-таки чуть не забыл, Дмитрию уже я хочу бурлеском. Ну и вот люди бурлеска, люди, которые находят в себе силы даже улыбаться. Это трудно видеть, Дмитрий. Это вам экземплярчик. Читайте. Спасибо. И час бурлеска на Украл FTV такая программа. Будем изучать. Есть там что посчитать. Спасибо.